Формула вращения Меобиуса. То есть, смотрите, если у нас для любого числа n верна вот такая штука, то в таком случае для любого числа m верна вот такая нижняя формула. То есть, одну разницу ничего не дает. Но если мы знаем все такие равенства, то мы автоматически получаем все такие. Понятно? Нет, я ей не доказал. Я говорю, что я сейчас это буду доказывать. Да, что это значит перевернуть? Сумма. Это означает для любого. Это первая буква слова all, только перевернутая, чтобы призвать свой значок. Если для любого числа верна такая формула, так еще раз, помните, что мы там писали наоборот, ну, то есть, ладно, с ним. Так это то же самое будет, правда? Ну, это как мы вообще... Нет, нет, для любой функции. У нас там было просто до 6, ну, и потом еще до 60, мы посчитали, например. А на самом деле ответы для любого числа, для любого натурального числа. Так, господа, для того, чтобы эту штуку доказать, я знаю, пожалуй, один разумный способ. Он состоит в том, чтобы предварительно, перед тем, как доказали формула вращения Меббюса, предварительно доказать свойства функции Меббюса. Состоящее в том, что сумма по делителям любого натурального числа значений функции Меббюса равна меббюса, если число отлично от единицы, и равна единице, если число равно единице. Давайте я это запишу в виде лембы. Это очень простое, но очень важное свойство функции Меббюса. Значит, итак, сумма Меббюса, взятая по всем делителям числа Н, равна единице, если Н равно единице, нулю, если Н больше единицы. Ну, давайте возьмем какой-нибудь пример. Скажем, возьмем число, то же самое, 60. Какие есть у числа 60 делители, так это все время, да? Какие у числа 60 есть делители, мы вообще-то уже знаем. Давайте для каждого из них посчитаем значение функции Меббюса, и посмотрим, собственно говоря, получается или нет. Единственное, мне негде писать, поэтому, давайте, не простите, я на другой стороне, тогда будет проблема, я тогда вот это не буду видеть. А сейчас, давайте, мы все-таки уничтожим уже те формулы. Правда, что вы более-менее в них верите? Да, в это вы бы не верите, поэтому сейчас для нескольких примеров мы с вами посмотрим, и, честное слово, это очень все легко получается. Так, какие взять примеры? Ну, наверное, имеет смысл взять просто-напросто число, число, число 1, мёд, меницы, это мёд, меницы, и все, да? Число 2, мёд, меницы, плюс мёд, меницы, это что такое? Это 1 минус 1, так? Замечательно. Какое еще число? 4, это, смотрите, это мёд, меницы, от 2, а от 4 уже можно не писать, потому что 0. 4 делится на квадрат, поэтому это то же самое. Хорошо. А что такое мёд, честильный? Ой, тут и не ню, конечно, равно, проясните, пожалуйста. А, для 4, мёд 4 от мёд 5, меницы, это будет 0, минус 1, плюс 1, так? Это будет 0. Хорошо. Для 6, мёд от 6, от 3, от 2 и от 1. Это будет что такое? Это минус 1, плюс 1. Доброе утро. Это 1, минус 1, минус 1, плюс 1. Это 0. Вот, всё работает, так? Так. Наверное, имеет смысл объяснить, имеет смысл объяснить, почему это равенство обязано быть верным, если верна наша формула обращения. Смотрите, вот представьте, что мы в качестве функции f берём функцию, которая равна 1, если n равно 1, и 0, если n больше минус 1, если n больше минус 1. Есть такая функция? Есть такая функция? Так. В таком случае, скажите, пожалуйста, что такое будет g. В этих двух формулах возьмём в качестве функции f такую функцию, единица, если n равно 1, 0, если n больше 1. Чему в таком случае равно g? В этой формуле. Мы берём сумму по всем делителям значений функции f. Но f вообще-то почти всё время это 0. Для какого делителя это будет не 0? Для d равного 1. Правильно? И много ли таких слагаемых будет? Ровно 1. Значит, чему равна g это? Единицы для любого этого. Уже не только для единицы, но и для любого. Так? Отлично. А теперь смотрите, пожалуйста, во что переходит нижняя строчка, если g это единица. Она переходит в очень простую вещь. Вот эту множество можно просто не писать, потому что единица на что больше умножается, она ничего не меняется. Она просто переходит в сумму значений функции m плюс. И чему же равна сумма значений функции m плюс? Она равна единице, если m равно единице, и 0 в остальных строчках. Так? Так это и есть та самая лемма. Правда, здесь написано m делить на d, а там написано просто d. Но вообще-то, когда вы проходите по всем делителям, то когда вы m делите на делитель, то вы тоже перечисляете все делители. Это известная идея, да? Так что вот та лемма – это очень частный случай формулы обращения для вот таких двух конкретных целей. Идею поняли? Идею поняли? Отлично. Теперь возвращаемся к нашему примеру и думаем, а как же интересно это можно доказать? Любое раннее число можно представить в виде предведения простых чисел. Называется разложение на простые множители. Я уж не знаю, сколько их там в том, что он будет. Но можно считать, что у нас число разложено по разным простым множителям. Согласны? А теперь очень важные вещи. Функция нюбрюса равна нулю. Внимание. Нулю. Если число делится на квадрат. Так? Значит, когда вы берете сумму по делителям, то она будет равна такой же сумме, когда вы берете не n, а просто произведение вот этих самых простых чисел. Объясняю почему. Квадрат дает сразу ноль. Как только вы взяли какой-то простой ноль в квадрате, то сразу функция нюбрюса равна нулю. Так? А значит, не надо убрать. Значит, вот эти вот степени вам просто никак не помогают. Понятно? Значит, на самом деле достаточно решить задачу для вот этого. Хорошо. Дальше есть несколько способов рассуждать. Один способ, такой самый, что называется прямой, состоит в следующем. понять, что каждый делитель, это на самом деле подмножество, в множестве из простых чисел, по 1, по 1, по 1, по 1. Так? Вопрос. С каким количеством, ну, сколько штук, ноль элементов подмножества? Когда вы ни одно простое число не берете. Просто это называется d равно 1. Разумеется, оно одно, да? А одноэлементно сколько? К, и они все идут со знаком минус. А сколько в двух элементах число сочетания с какого? А сколько трех элементов число сочетания с какого? Согласны? Так это же знаменитое свойство треугольника Паскаля. Если вы берете очередную строчку треугольника Паскаля, ну, и тут в конце будет у нас минус один степени К, умноженное число сочетания с какого-то, да? И берете со знаком плюс-минус, то получается ноль. Помните такое? Если берете треугольник Паскаля, и вы берете на один, один, два, один, то один минус два плюс один – это ноль, один минус три плюс три минус один – ноль, один минус четыре плюс шесть минус четыре, понимаете, да? Это ноль. Есть такое свойство? Да. Есть такое свойство. Но если вы вспомните, как оно доказывалось, то вы сообразите, что вообще-то можно было про него везде не говорить, потому что смотрите, вот у нас есть делитель ПКТ. Давайте разобьем все эти штуки следующим образом. Там, где в число Д входит ПКТ, и там, где в число Д ПКТ не входит. То есть делаем так. Берем делитель числа П1 до ДПК минус первое произведение, берем от него функцию Мёббелса, и функцию Мёббелса от него, когда его умножили на ПКТ. Все делители, очевидно, разбиваются на две, на паре такие. На те, где делится на ПКТ, где есть такой умножитель, и там, где нет. А чему равна вот эта скобка? На одно простое число стало в аргументе функции больше. Что происходит с функцией? Вспоминайте. Функция Мёббелса от нескольких простых чисел, разных произведения, это минус один в степени их количества. Что бывает, когда количество изменяется на единицу? Знак меняется. Значит, вот эта сумма чему равна? Ноль. Они противоположны по знаку. Когда вы добавили один простой множитель, то функция Мёббелса от этого что сделала? Изменила знак. Так? Есть ещё один способ написать, что это один минус один в каждой степени. И понять, почему это очевидно. Смотрите. Когда вы... Ну, лучше... Давайте я чуть-чуть по-другому напишу. Можно ведь представить вот эту вот сумму в таком виде 1 плюс Мю от П1 умножить на 1 плюс Мю от П2 умножить на и так далее, и так далее 1 плюс Мю от ПКД. Смотрите. Вот если вы всё это перемножите, то у вас будет 1, как в разделе всех единиц, Мю от П1. Понятно, да? Отсюда взяли Мю от П1 и всех стоят вместе с единицей. Ну и так далее, и так далее, и так далее. А когда берешься Мю от П1 умножить на Мю от П2, то это то же самое, что Мю от П1 П2. Логично? В общем, в любом случае. Лемон доказал? Угу. Лемон доказал. Хорошо. Есть. А если здесь не было никаких простых числений, если я наравнялся единице, то просто Мю от единицы это единица. Хорошо. Лемон доказал. Теперь возвращаемся к нашей теории. И замечательным образом все очень легко так как называется. Смотрите, господа. Так, я ее стираю. Я считаю, что ленгу все поняли, все запомнили. Вот. И я сейчас должен разобраться вот с этой сточкой. На самом деле, это совсем не так. Поехали. Я хочу доказать для функции f вот такую форму. Так? Что реально для этого нужно сделать? нужно вспомнить, что здесь такое g. Согласны? 1. А? g это 1. Это не 1. Никакой не 1. Это для примера мы рассматривали. Где две функции. Одна это единица, д равна единица, но для всех остальных. Или просто все единицы. Да, они удовлетворяют формулу. Но, нет, я сейчас совсем не про это говорю. Я говорю именно про общий случай. У нас есть любая функция f. Вспоминайте. Любая функция f. И по ней построили такую g. Помните, я выписывал это? Реально все. Вот. А теперь нужно доказать, что на самом деле f через g выражается вот так. Ну, господа, для этого надо просто взять правую часть и в нее подставить определение функции g. Давайте я сейчас аккуратно сделаю. Сумма. Смотрите. Знак суммы все понимают? Да. Сумма чего? Вот это вот. Взятая по всем делителям m делится на d. Отлично. Только секунду. Здесь написано g от d. А что такое g от d? Это вот это. Так? я должен здесь написать сумму. То есть что реально я должен написать? f от какого-то делителя числа d. Понятно? f от какого-то делителя как это обозначить буквы скажем буквы d. Можно? Итак. 2 делится на d. f Это получилось вот в этом месте. Потому что g это на самом деле целая сумма такая. При этом каждый раз оно домножается на одно и то же число. Согласны? Отлично. Пишу. Умножить на f от d умножить на μ а m делить на d. Это понятно или нет? Точно понятно? Честно, честно. Вы понимаете, откуда t уже мешало. t это вот здесь вместо d ставим. А вместо n ставим d. Правильно? Все. На самом деле осталось буквально чуть-чуть. Надо сейчас взять и понять, что у вас есть число t и у него есть вот ну понятно, да? Как эти условия выглядят? Это условие выглядит к следующему образом. Есть число m, которое делится на d, а d делится на что? На t. Так? Так вот, я имею полное право ввести новую букву. Например, буква s. s это будет m деленное на t. Могу? Частное m делить на t. и я имею право ввести новую букву r, которая будет m разделить на d. ввести нибудь изменится в сумме, когда я напихал туда новых переменов. Вообще ничего. Когда я вычисляю сумму, я просто написал туда нельзя. Тут написано слагаемое, которое мы складываем. Понимаете, тут вот вся административная часть бегает, а там настоящие слагаемые. Вот если я дам хоть одно слагаемое изменю, сумма от этого изменится. Ну, или может измениться, да? А вот в административной части я могу кого угодно назначать, генералом, полковником, что угодно. Важно, что делают рядовые. Да? Замечательно. Вот я здесь наводил кучу бух. Не просто для красоты. И сейчас я перепишу то, что у меня вот здесь есть в следующем образом. Пусть вопрос. Знак суммы остается. F от T остается. Мю. Как теперь просто написать мю? Мю от R. Так, Андрей сказал, что мы можем там D. Согласны? Да. Нет, вот здесь нельзя. Так, а здесь можно. Потому, что я сейчас буду думать о том, что здесь происходит. Я сейчас буду думать о том, что здесь происходит. Смотрите, смотрите, ведь у меня на самом деле число D по большому счету отсутствует. Здесь есть T, здесь есть R. Так? Замечательно. Кстати, S это хорошо. S это M делится на T. Это хорошо. Это пусть будет. S делится на R. Так? Да, 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 точно. Так. А вот теперь я напишу следующую вещь. M делится на T. Это понятно? Да. Почему? Потому, что M делилось на T, а D делилось на T. Так? M делится на T. Отлично. Теперь смотрите, R это делитель, но внимание, какой делитель? D это промежуточный делитель между M и T. Согласно? D это промежуточный делитель. Так? Это означает, что S это M делитель на T. Так вот, S делится на L. Так или не так? Почему S делится на L? Потому, что когда S поделишь на L, то получается что D делишь на T. А D кратно T. Да, отлично. Теперь внимание, про D можно вообще ничего не писать. Подумайте, пожалуйста. Если вы берете числа M, S и R, так, что S делится на R, и S это M делить на T, то на самом деле вы получаете число D. D получаете как M R, понятно? M R, и вот эта делимость это в точности вот это делимо. Без D можно, понятно? А если из D можно, то я сейчас третий и последний раз переписываю вот эту сумму. Смотрите, здесь написано M делится на T. Я, наверное, не имеет смысла даже даже вот здесь у меня написать. Сумма M делится на T. F от T это понятно. А вот дальше внимание. Суммируем функцию Мерлиуса по каким числам? по всем числам, когда M делится на L. Понятно? Число L это делитель. Я уже могу не писать, что такое L. Я просто перелудрился с значениями. Я их делал для того, чтобы было легче. Я не знаю, стал ли от этого легче. Можно было это вообще не вводить. Ну так получилось, да? А теперь вопрос. Когда эта сумма равна нулю, а когда она равна единице? Лемон написан. Если M разделить на T больше единицы, то эта сумма равна нулю. Значит, как только M разделить на T отлично от единицы, если оно больше единицы, сумма это номер. А когда она равна единице? То один. Когда M разделить на T равно единице. Так? Да. Все. Значит, вот это есть F от M. Я взял вот эту часть, я подставил вместо G его значение и я получил в конце F от M. Значит, это его нулю. Поняли? Да.